Добрый вечер, давайте начнем. Мы задумали провести такой небольшой коллопиум по наследию Бейтсона в рамках семинаров сектора аналитической антропологии. Задумка была следующая. Бейтсона – это такой принципиальный междисциплинарный исследователь, связавший в своих работах биологию, психиатрию, антропологию, теорию коммуникации, гибернетику. И мы хотели каким-то образом воспроизвести в рамках семинаров эту междисциплинарную попытку и пригласили трех исследователей из разных направлений, в общем-то, сделать пациентские доклады по различным ведмям его работы. То есть я хотел бы предоставить слово первому выступающему Дмитрию Федотов, переводчик третьего издания, то есть шагов в направлении «Экология и разума», предоставить ему вступительное слово и доклад, который он сам предоставил. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Дмитрий Федотов. Вот уже более 15 лет я продвигаю свой проект, перевожу, пытаюсь публиковать его с учеником Грегори Бейтсона. Опубликованы две ключевые книги из наследия Бейтсона, в шаге направления «Экология и разума» и «Разума» и «Природа». Еще одна книга «Священное единство» – это фактически второй дом легендарных шагов в направлении «Экология и разума». Мной переведена, но ее не удалось издать по причинам мистического характера, хотя уже был подписан контракт с издательством «Академ Прайк». Также некоторые ценные серии были опубликованы в виде журнальных статей, из которых я хочу особо ответить, предисловие Бейтсона «Воспоминание психотика Джона Фарсивара» о своем психологии. Сейчас я практически готов к последней не оконченной книге Бейтсона, куда спрашивался вступать и ангелы по природе священников. Буду искать издательство, но Бог, кто знает, что наши издательства публиковать Бейтсона не стремятся. Но при всех трудностях с изданием удалась одна важная вещь – удалось инициировать общественное, а отчасти даже профессиональное обсуждение последствия Бейтсона. Здесь я хочу произнести некий дисклейн. Я совершенно нечего. Я заканчивал физфакт МВУ. У меня есть небольшое выступление перед философской аудиторией, и мне иногда задавали вопросы, на которые я не только не знаю ответов, но и не понимаю самих вопросов. Поэтому заранее прошу прощения, уважаемых участников в этих стенах, за то, что я совершенно не гуманитарий. Хотя в этом есть свои преимущества. Например, известный у нас культуролог, социолог, психолог Александр Райкин. Я провел на франции переводить степс Таэнэхова в МАИ. Но отказался от этой затеи, поскольку там для гуманитария многовато кибернетики, теории ЦП, математической теории игр и прочего в этом мире. Мне же эти вещи у Бейтсона понятны лучше всего. Хотя у меня возникают проблемы с генетикой и теорией ВАЛИПСОМ. Я пытаюсь компенсировать это членим Дохминсом. Вообще мне кажется, что Бейтсон и Дохминс прекрасно займут полную. Я сейчас уже не знаю. Теперь вступить на слово. Хочу сказать пару слов о речи, которые мне кажется очень важным. Помимо первоисточников, я верю в свою задачу в том, чтобы правильно категоризировать в глазах русского читателя и самого Бэйтсона. Дело в том, что хронологические воспоминания Бэйтсона в зоне уровня шло из не очень хороших источников, например, из одного близких, где Бэйтсон стал путь в Критти в гости, или в близких нью-гейджах. Бэйтсон упоминает и цитируют таки автора, как Фритти в Каппо, Роберт Эннон Уилсон, Станислав Грофт и прочих, что создает ложные впечатления о принадлежности Бэйтсона к сфере юбилейцев. Хотя до этого есть некоторое чисто поверхностное вставание. На самом деле Бэйтсон относился к этому модному победу резко отрицательности и называл его современное морковисие. Об этом черном победе написано в его книгах. «В наше удивительное время, когда фантазии Карла Кустова идет о душах атомов, в которые ему удалось вкинуть несчастного, страдавшего хроническим алкоголизмом и пограничным расстройством Вольфганга Павлов, штудирующих в патриархии, а на Хисфаке МГУ произносятся доклады с названием «Это не шутка!» «Измерение длинноводного спектра исключений в приспроизхождении благодатного уровня правил Рога Господня» очень важно и ясно обозначить позицию Бэйтсона. А поскольку я не правильно говорю по-живостовскому, я сделаю так. После небольшого вступления я там словом самому Бэйтсона и сочетаю небольшой фрагмент из моего неопозрекованного перевода книги «Куда спрашаться вступить и ангелы о природе священного». Мы с вами, конечно, понимаем, что о религии священном Бэйтсоне говорить о контраконах и кизернестях. Раздел посвящен интересным соображениям относительно не однозначно, а объявляетной роли коммуникации и информации, которым Бэйтсона пришел в конце жизни. А патоксальный гиперметический взгляд Бэйтсона на вопрос коммуникации состоит в том, что роль и задача коммуникации создавательно поддерживает системную избыточность. Системная избыточность, в свою очередь, необходима для того, что он противодействует всеобщей тропии – хаотизации. Собственно, любая система продолжает существовать в виде единого организованного целого до той поры не постольного, поскольку с этой задачей будет бедно справляться, то есть ровно до тех пор, пока не удается плыть против течения мировой тропии. Тот прямой вид, который помогает ей сопротивляться течению, есть в беспрерывной саморекусе. Однако в своих поздних соображениях в этом приходит мысль, что при верности выше приведенных положений в целом. Существует важный случай, когда коммуникация нежелательна, поскольку есть некоторые виды информации и знаний, несущие угрозу системной целостности. Такая информация должна остаться заблокированной внутри отдельных систем. Поскольку бойцы, да и по образованию, и по происхождению от биологов до мозга кости, но главным ментальным процессом, с которым следует обдуктивность, сантастики и все прочее, до него была не планируется. В сфере эволюции, по крайней мере, один такой запрет на коммуникацию хорошо извести. Это так называемые вещественности борьбы. Запрет на коммуникацию в направлении от соматики к геноту, запрещающему маркианскую наследственность или наследование благоприобретенных признаков. В своих книгах бойцы неоднократно возвращаются к вопросу наследования благоприобретенных признаков и постоянно подчеркивают, что такого наследования не только не существует де-факто, но его не должно быть, поскольку оно имело бы катастрофические последствия в виде выгидания адаптивного потенциального организма. То есть потомство имело бы признаки, приобретенные родители под давлением среды не только тогда, когда среда не требует, но и когда, когда среда требует совершенную проблему. Вопросы нежелательной коммуникации применительных в биологии будет самовсуждать по следующей главе. Я же хочу привести фрагменты, и эти вещи обсуждаются в материале антропологии и мифологии, где нежелательность коммуникации проявляется в виде иногда эксплицитного, иногда иноплицитного требования сохранения генотариев. Глава называется «Пусть левая рука твои не знали». И все механизмы узнают эти банкерские выражения. Однако, что оно значит? В бытовой интерпретации от этой фразы может звучать как осуждение. В словаре библиизма, Михаил Закот так объясняет этот вражение. В какой ситуации сегодня он и говорит? Его левая рука не знает, что творит правду. Например, когда в организации плохо налажен менеджмент, и сотрудники не знают, чем занимаются их коллеги. Когда человеку неизвестной причиной действует себе во вред, сам себе противоречит, ведет себя в склад, а не в результатах. Тем самым, бытовое понимание этого выражения вполне соответствует ортодоксальному гидерметическому пониманию констатировать нарушение внутри системной коммуникации, недостаточность внутреннего перегрузного знания неизвестно ведет к нарастанию хатизации. Однако в Евангелии стоит слово «пусть», то есть это предписание. Как это понимать? Давайте вспомним, что там вообще говорится. Это глава 6 от Москвы. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемер. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне. И отец твой, видящий тайне, раздаст тебе яд. Итак, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне. Втайне от кого? Из самой фразы, которую следует, что втайне об самому себе. Это очень странно, однако это именно то, что имеет в виду Бейска. Давайте послушаем его, не забывая, что слово эпистемология он употребляет необычных и ессинкразических, за что его критиковали. Итак, пусть левая руководная не знает, что делает право. Матфея, глава 6. Бейска. В ходе процесса, который мы называем восприятие, при получении знаний и действий, требуется соблюдать что-то вроде этикета. Если же эти весьма неясные правила не соблюдаются, валидность наших ментальных процессов удвергается опасности. В первую очередь, эти правила касаются сохранности тонких линий, отделяющих священное от мирского, эстетическое от меркантильного, преднамеренное от бессознательного мысль от эмоций. Я не знаю, поддерживая абстрактная философия необходимость этих разделительных линий, но я уверен, что такие перегородки – побочные черта человеческих эпистемологий. И потому, как мы наряду спрочек, стать предметом естественной науки о человеческом знании и действиях. Подобные разделительные линии, несомненно, можно найти во всех человеческих культурах, хотя в каждой культуре есть свой уникальный способ справляться с возникающими парадозами. В данном разделе я беру несколько историй, иллюстрирующих, что происходит, когда эти линии повреждают церковь. Известная тракта группа «Солдтэкс» около 20 лет назад работала с группой американских индейцев. Они пригласили его на национальный съезд апоритетной американской церкви, которая должна была состояться через несколько дней. В этой церкви центральным таинством является прием пьёта, маленького кутона, как галлюцинаторного, какпуса, помогающего индуцировать религиозное состояние. Церковь тогда подвергалась гадениям за использованием средств, возможно, не влияющимся наркотиками. И «Солдтэкс» по контракту пришло в голову, что он сможет помочь этим людям, если снимет фильм о съезде и весьма впечатляющих ритуалах, производящих намек. Такой фильм мог послужить свидетельством, что этот культ действительно религия, и потому на него распространяются конституционные гарантии свободы вероисповедания. Поэтому он бросился обратно в Чикаго, где была его база, и сумел раздавать пленку и камеру. В ходе разговора произошедшего верноантрополога, но индейцев и тексту постепенно стало ясно следующее. Цитата из Солдтэкса. «Они не могли вообразить себе, что занимаются таким очень личным делом, как молитва перед камерами. О мере того, как они один за другим выражали свои соображения как за, так и против напряжения на статус». Все были согласны, что речь идет о том, чтобы оскверлить от нового служения ради спасения церкви, и никто не пытался смягчить вопрос. Они принимали эту делену как данность, словно персонажи греческой трагедии. Постепенно становилось все яснее, что целостность им дороже существования. Хотя присутствующие были самыми политически ориентированными членами церкви, они не могли пожертвовать долгождазной «Священную ночь» Марина. Когда все высказы, президент встал и сказал, что если другие хотят, чтобы фильм был снят, он не станет возражать, но тогда он просит позволить им, не участвовать в церемонии. Это положило конец любого разговора во фильме. Это был яснее, наконец, цитат из Солдтэксс. Бэйц. Интересный парадокс этой истории в том, что подлинно-религиозная природа Таинского периода была доказана отказом у лидеров принять прагматический капронизм. Индейцы сошли абсурд на принесение в жертву целостность ради сохранения религии, единственная значимость смысл и цель которой – культикируют целостность. Индейцы отказались спасать свою религию в такие условия. Позвольте мне привести еще один пример, чтобы указать, что такое защита от различных видов астерогики. Я хочу привести отрывок из баллады о старом рите Сэмэра Тейлора Кодрича, который, вероятно, многие из вас знали. Этот отрывок – поворотный пункт всей моряка. Он всегда казался в ней чрезвычайно вовлечен. Тут Федотов. Напомню, что там вообще творится. Герой моряка, старый моряк, человек изначально злобный, ненавидящий все живое, во время плавного и кружного полюса, безо всякой причины убивает священного альбатроса. За это торопая команда обрушиваться проблем, я сам старый моряк вынужден носить мертвого альбатроса, который сверхъестественным образом висит у него на шее. Дальше вся команда, за исключением герой, умирает, а корабль, заваренный трупами, застревает в чем-то вроде гниющей трясине. Как герой сам уже на грани безумной смерти, то вдруг в мертвом пережизненном море он будет жив и суще спас. Собственно, он замечал их раньше, но тогда они вызывали у него лишь нервность, он вызывал их скользкими тварями. Но теперь с ним что-то происходит, и он благословляет их, и все живое вообще. Проклятие исчезает, в знак чего альбатрос скрывается с его шеи. Вот как это все звучит в прекрасном переводе Игоря Веломеда, недавно рукой безвременного ушедшего. Колич. Вдали от тени корабля, в сиянье белом я, увидел тимлих змей морских, они всплывали, и у них светились чешуя. В сиянье лунном их наряд заметил был везде, зеленый, черный, голубой, и свет тянулся золотой за ними по воде. Мой Бог, какое счастье будет творением своим! Я неосознанно послал благословение им. От всей души моей послал благословение им. И помолился, и спустя, мгновение одно. С меня сорвался альбатрос, и камнем пал на дно. Тут снова федотство с тревоги. Я неосознанно послал благословение им. У автора Айблэстер Анеуэ. Заметим, что это действие именно в той модальности, о которой говорит лима. От всей души, но как бы в обшел ума. Ненамеренно, спонтанно и не вполне понимая, что и зачем делать. Втайне от самого себя. Это такое действие, за которое Бог может начислить нам очко. Когда нечто благое, совершается безумство и намерение совершить нечто благое. Если такое умысило действие, то очковина читается. Это несколько напоминает парадоксом цены, и, вероятно, имеет отношение к парадоксам шизохрения. Продолжим читать мысли. Возможно, можно сказать о религии и поведении что-то полезное, если сопоставить историю Солнтекса с историей старого моряка и морских змей. Скажем так, старый морян не смог бы благословить морских змей неосознанно, и тем самым освободиться от проклятия, если бы в знаменитом путешествии его сопровождала пресса с камерами и вспышками. Не служит ли эта история парадемия как религии, так и психотеразии? Прелидиозная мысль для различных эпох и различных частей мира мы снова и снова однажды будем напоминать, что открытие и изобретение и знание в целом следует считать опасным. Многие примеры хорошо известны. Провидей был приколен к скале за открытие бытового использования огня, которого он украл во обазон фермы. Адам был наказан на то, что съел запретный плод с древнего познания. Греческая мифология снова и снова напоминает об опасности знания, а особенно знания, касающегося противоположного пола, который всегда предвидел. Провидившегося мужчину в разрываемые куски, и в греках даже было слопом для обозначения такой судьбы, которая в метропеизированной версии может звучать как спарагматизация, как греческое спарагнус. Примеры включают Актиона, который случайно под сценарем у парня Актибиды был разорван на части ее собак, и Актеи, которого разорвали на части Менады после его возвращения из царства мертвых, откуда он пытался вывести его гид. По пути назад он обернулся посмотреть, какие на нее потеряли его всегда. И речил царь Пентей, нервно-навременно пьес Еврипида, сторонник строгой дисциплины, которого вак в вакус под дырку шпионится вакха. Бог включил царевский одет в женскую одетку и забраться на дерево, чтобы наблюдать и понаблюдать таинскую женщину. Они заметили его, вырвали дерево с корны и разорвали Пентей. Мы что-то либо говорили, что любопытство погубило позже, но для греков это не предназначено. Возможно ли, что в функционировании любых живых систем есть процесс такого рода, что если сведения или информация об этих процессах достигают других частей системы, то совместная работа целого нарушается или турализуется? Я думаю, это очень важный и существенный вопрос. Для сохранения священного требуется определенный вид отказа от коммуникации. Коммуникация нежелательна не из-за страха, а потому что коммуникация может изменить природу идеи. Для этого мы.